Если посмотреть на более бесплатные варианты, то давайте посмотрим на вариант, который называется Core. Это конструктор для создания интерактивных уроков, интерактивных рабочих листов. Вопросов я пока не увидела, значит, возвращаюсь обратно к своей презентации. Итак, может быть, вы работали с Core, может быть, знаете, что это такое. Это платформа отечественная, которая позволяет создавать курсы учебные, уроки, интерактивные рабочие листы, викторийные опросы и тому подобные вещи. В том числе они предлагают шаблоны для создания диалоговых тренажеров. Вот так он выглядит. Выбираем создание нового урока, получаем вот такую белую пустую страничку. И из раздела шаблона выбираем шаблон диалоговый тренажер. Мышкой его переносим в новую страницу и начинаем редактировать. Нажимаем на кнопку соответствующую и получается у нас вот такое начало. Пустая белая страница, на которой мы начинаем создавать блоки. Блоки здесь называются экранами. То есть это части нашего диалогового тренажера, которые будут между собой связаны определенным образом. Есть два вида экранов – диалоговый экран и информационный экран. Ну и название понятно. Диалоговый служит для того, чтобы задавать вопросы и получать ответы. Информационный экран – это просто текстовая информация и обратная связь. Например, правильно ответил игрок или неправильно. Либо прощальная информация, либо дополнительная какая-то информация. В общем, так, как вы считаете нужным. К каждому блоку мы можем добавить изображение. Это последняя кнопочка с правой стороны. Сервис отечественный, поэтому здесь все на русском языке и достаточно просто с этим разобраться. В самом начале вы можете сразу прописать минимальное количество баллов для успешного прохождения задания. Например, если у вас предполагается 20 вопросов, и за каждый по один балл вы начисляете, то здесь нужно прописать, сколько баллов нужно, чтобы пройти успешную викторину, ну, как получить зачет. Ну, делаем зазор, да, допустим, половину достаточно, прописываем 10 баллов, например. Ну, или другую цифру, какую вы считаете нужным. Ну, а дальше переходим к конструктору. Первый блок, как правило, это информационный экран с каким-то приветствием и заданием, ну, с описанием задания, что нужно делать. Вот. Вписываем вопрос. Вопрос можно форматировать. Здесь выбор начертания наклонного, допустим, можно цитаты оформлять, смайлики вставлять и добавлять гиперссылки прямо внутрь этого текста. Значок с цепочкой для этого есть. А дальше мы нажимаем на кнопку «Адрес кнопки» для того, чтобы установить связь, куда должна ввести кнопка «Далее». Вот. Дальше нам будет выпадать список, из которого мы будем выбирать следующий экран, либо информационный, либо диалоговый. Ну, вот у нас второй экран. Это экран уже диалоговый. Вы можете сразу создать все экраны, а потом начать их связывать между собой. Либо вы можете по очереди это делать. Экран и связь. Если нажать на кнопочку «Добавить экран», у вас спросят новый добавить или связать со старым. Вот. Поэтому можно делать это и сразу все экраны, и по очереди, как считаете нужно. Я делала по очереди, мне так больше нравится. Диалоговый экран. Здесь мы вписываем вопрос, варианты ответов. На каждый ответ начисляем баллы. Если верный, то, соответственно, плюс. Если неверный, то, может быть, минус, либо ноль. Дальше. А напротив каждого варианта ответа мы видим переход к следующему экрану. Точно так же связываем блоки между собой, как это было в предыдущих конструкторах. Только выглядит это немножко по-другому. Вот. Следующий экран, скорее всего, будет информационным, потому что нам нужно дать обратную связь по каждому вопросу. И как минимум этих информационных экранов будет два. Один для правильного ответа, другой для неправильного. Ну, вот, например, правильный информационный экран. Молодец, ты ответил. Верно. Сюда можно вписать еще дополнительно какую-то информацию. Кстати, здесь нет ограничений по тексту. То есть вы можете достаточно большой объем текста сюда вписать, какую-то справочную информацию дополнительную сделать. Ну, и дальше опять нажимаем на значок с кнопочкой и выбираем, либо это будет новый экран, либо это уже какой-то созданный экран будет, либо это вообще будет конец игры. Конец игры – это последний экран, на котором все закончится. Его вообще не нужно редактировать, там будет просто счет, который автоматически сосчитается в конце. Вот. Все остальные экраны мы делаем вручную. Это у нас был, допустим, правильный. Точно так же мы создаем экран с неправильным вариантом ответа и тоже переадресуем его, например, к новому вопросу какому-то. Ну, вот, например, у меня уже создано несколько экранов было. И вот, допустим, если вариант Постоевский, то перебрасывается на правильный ответ. Если, допустим, вариант будет горький, то будет перебрасываться на экран номер 4. К сожалению, неверно. Ну, а от этих двух экранов дальше будет переход к экрану диалоговому, кто автор романа «Война и мир». И вот таким образом цепляем экран за экран, и получается у нас диалоговый тренажер. На выходе, когда у нас вот так все создано, мы, естественно, протестируем, посмотрим, как это все работает. И после этого мы можем этот урок, ну, это называется урок в данном случае, мы можем скопировать на него ссылку и ссылкой поделиться, либо отправить другим учителям. Если вы на этой платформе работаете, сотрудничаете с другими учителями, вы можете им отправить ссылку, они смогут сделать копию и переделать ваше творение. В диалоговом тренажере есть три варианта. Ученики, если заходят, их могут попросить зайти через свой аккаунт, представиться, либо пройти без аккаунта. Пройти без аккаунта – самый простой вариант. Единственное, что попросят там фамилию, имя ввести. Ну, поскольку это платформа учебная, она собирает для вашего личного кабинета статистику. Вы сможете потом узнать, кто у вас заходил в ваш диалоговый тренажер, как отвечал и что делал. Забыла вам совсем ссылку кинуть на этот тренажер. Давайте в догонку эту ссылку вам отправлю. Тренажер еще не мой, потому что я еще не… вернее, у меня такой эксперимент, что он пока не завершен еще с этим сервисом. Ну, вот я дала вам ссылку на другой, чтобы вы могли посмотреть, как это работает. Что осталось добавить? Сервис бесплатный, работает без ограничений, на русском языке, так что можно пользоваться.